Здравствуйте! Сегодня наше видео будет иметь формат ответ на вопрос. Был вопрос, как сделать майку без сталевых выточек, свободного покроя, ткань не истречивая, и чтобы выточка нагрудная уходила в горловину, так как грудь большая и выточка, когда зашивается, смотрится некрасиво. Итак, давайте рассмотрим два варианта топа, которые можно сделать. Можно сделать топ майкой, можно сделать топ слегка приспущенными рукавами. И, естественно, условия мы будем соблюдать отсутствие выточек, и будут выточки уходить в линию горловины в виде защипов или складочек. При желании можем сделать ровный низ, можем сделать низ разный у спинки и у переда. Например, перед короче, а спиночку удлинить. Итак, давайте рассмотрим первый вариант. Там, где будет приспущенный рукав, шов будет по спине, так как горловинка будет неглубокая, и одинаковый низ. Естественно, моделирование будет происходить на основе выкройки плечевого изделия. Это может быть блузка, это может быть платье. Если это платье, то переснимите по длине линии бедер. Если вы хотите сделать длиннее, пожалуйста, делайте. Итак, какие корректировки необходимо внести для того, чтобы сделать рукав немножко приспущенный, цельнокроеный приспущенный рукав. Необходимо будет поднять плечевой шов по спинке, это спинка именно, от горловины вверх подняться на 0,5 см, от плечевого среза, верхняя точка по пройме на 1 см и провести прямую линию через точки, продлевая еще на 4 см. Затем увеличить спуск плеча на 1,5 см еще, отложить точку вниз и соединить слегка вогнутой линии и прорисовать новую пройму. Постольку была просьба, чтобы было свободного покроя, естественно, талевые выточки мы не делаем и делаем более прямой срез сбоку. Если горловину не будем увеличивать и она будет оставаться неглубокой, то тогда необходимо сделать шов по линии спины и сделать прибавку на линии спины 1,5 см. По передней части, естественно, не делаем выточку, талиевую и делаем более прямой боковой срез. По плечевому срезу точно так же продлеваем по прямой на 4 см, опускаемся вниз на 1,5 см и прорисовываем. Плечевой срез увеличивается и прорисовываем новую линию проймы. Выточка нагрудная, необходимо ее перенести в линию горловины. Для того, чтобы правильно перенести выточку в линию горловины, то необходимо от точки сделать несколько разрезов к линии горловины. Почему несколько? Потому что если мы хотим сделать несколько защипов, то делаем несколько разрезов и раздвигаем на одинаковое количество сантиметров. Давайте разрежем и посмотрим, как это будет все выглядеть. Спинку я не буду показывать сейчас, понятно с ней все, а посмотрим только на переднюю часть блузочки. Вырезала полностью выточку и теперь будем переносить в линию горловины ее. Совмещаем плечевые швы и раздвигаем разрезанные части для того, чтобы перенести в линию горловины. Теперь в местах, где мы раздвинули разрезы, делаем защипы и получаем вот такую модель. Если хотим сделать плечи более открытыми в виде майки, то необходимо тоже внести корректировки. По линии талии. Не делаем талиевые выточки. При желании можете тоже более ровно сделать боковой срез. По горловинке. Делаем ее глубже и расширяем. Глубину увеличиваем на 3 сантиметра, на 4 сантиметра ширину и прорисовываем новую линию горловины. Затем по плечевому срезу отложить 6 сантиметров, 5-6 сантиметров и прорисовать новую линию проймы. Мы поговорили с вами по спинке. По спинке будет идти посередине сгиб ткани. Если будем делать по передней части, точно так же расширяем и углубляем горловину. Углубляем сантиметров на 6, расширяем точно так же на 4, как делали и по спиночке. Прорисуем новую линию горловины. Теперь необходимо закрыть нагрудную выточку точно так же, как мы закрывали на прежнем фасоне. Давайте я вам просто его покажу, чтобы я уже не разрезала. Просто ее закрываем и переносим, делаем один разрез. Здесь мы делали несколько разрезов в горловину. Здесь можем сделать либо один разрез, либо тоже несколько. То есть принцип здесь один и тот же. В зависимости от того, как вы хотите сделать два защипа, один защип, это вы уже будете распределять. То есть идентично уже то, что проделали мы. После того, как закрыли выточку, сомкнули два края, отложили от точки 4 см 6 см, чтобы получили плечевой срез величиной 6 см, как и на спиночке. И затем, окончание 6 см, где находится на плечевом срезе, необходимо прорисовать новую линию проймы. Если низ хотите сделать ровным, определитесь длиной и просто отрежьте ровное количество сантиметров, если они лишние у вас. Если хотите сделать, чтобы была разная длина, можно опуститься от линии талии, если вы хотите, чтобы была не длинный топ 10-12 см, провести, например, ровную линию и точно так же сделать от линии талии по спинке 10-12 см по боковому срезу и слегка закруглить и сойти до линии бедер закругленной линии по середине спинки. Таким образом получаем такой фасончик, то есть маечка, выточку перенесли в линию горловины и все, что вы просили, в принципе, я рассказала. Надеюсь, видео вам будет полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok